Раз я остался один, значит в студии есть гости. Я рад представить Арсена Зеядинова, кандидата медицинских наук, заведующим структурным подразделением Иринатальный центр Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро! Как вам наше утро нового дня? Как вам добралось сюда? Как вы добрались? Здравствуйте! Прекрасное утро! Несмотря на то, что на улице минус 4, светит солнце, как летом, и кажется, что немножко обманчивая погода, но прям очень холодно. Простите за личный вопрос, а вы на градусник смотрели или по прогнозу? Машина показала. Машина показала. Потому что я смотрел на градусник, у меня было минус 2, я прямо так возрадовался даже. Ну, в общем, пока вы радуетесь, я перейду к более серьезным темам, несмотря на то, что погода тоже серьезная. Мы будем обсуждать перинатальный центр, который работает в полной мере. И хотелось бы узнать, какие операции проводят уникальные в вашем центре? Наверное, прежде чем сказать про уникальность операции, хочется немножко сказать про сам перинатальный центр. Все-таки в чем он уникален? Перинатальный центр является единственным структурным подразделением службы родов с поможением Республики Крым самого высокого уровня оказания медицинской помощи. Тем самым это обеспечивает нам возможность полного этапа оказания помощи как нашим пациенткам, которые планируют беременность женщинам, так и нашим самым маленьким пациентам, это новорожденным. Плоть до экстремально низкой, очень низкой массы тела детки, которые рождаются и концентрируются именно в перинатальном центре. И вот переходя к вопросу особенности операции, уникальности операции, вот тогда начну, наверное, поэтапно. У нас возникают пациентки, проблемные пациентки, которые планируют беременность и по каким-то причинам не могут реализовать свои репродуктивные функции. Извините, пожалуйста, перебью вас. Важный вопрос хочу вам задать. А как часто в Крыму сталкиваются женщины? Есть какая-то статистика, сколько процентов женщин сталкивается, скажем, с проблемами репродукции? На самом деле, эта статистика, скорее всего, мировая. То есть, в последнее время количество супружеских пар, которые не могут иметь детей, оно увеличивается по разным абсолютно причинам. И поэтому перинатальный центр в данном случае помогает в целом комплексно-семейным парам. То есть, в какой-то специфике Крыма такой нет? Нет, это в целом общая тенденция, которая отмечается. И в этом случае нам помогают репродуктивные технологии. В частности, репродуктивные технологии оперативные, которые внедрены в перинатальном центре. Это малоинвазивные операции. То есть, у женщин, у которых есть инфильтративный эндометриоз, который приводит сам по себе к бесплодию или вызывает ухудшение качества жизни пациентов, таких как боль, диспариония и так далее. И в частности, конечно же, это множественные либо гигантские миомы матки или опухоли репродуктивной системы, которые мы оперируем эндоскопически, малоинвазивно, и тем самым оказывая высокотехнологичную медицинскую помощь. Причем эта помощь оказывается именно в перинатальном центре. Она уникальна для республики Крым. Из всех государственных учреждений мы единственные, кто такую помощь вообще оказывает в Крыму. По всему Крыму? То есть если такая проблема возникает, то только к вам? Только к нам, и женщин, не стоит им переживать, не стоит паниковать. Мы проводим более 200 таких операций в год. Именно это высокотехнологичные, сложные, большие, комбинированные операции, которые приводят к тому, что наши пациентки потом в последующем решают свои репродуктивные планы и поступают к нам в перинатальный центр. Но следующим этапом, тогда хочется сказать, после отделения нашего оперативной гинекологии, хочется перейти тогда непосредственно к самому перинатальному центру, к его структуре. И, конечно, первый план выходит у нас консультативно-гиогенетическая поликлиника. Та, которая непосредственно концентрирует всех проблемных пациенток. То есть более 18 тысяч консультаций в год у нас проходят. Со всей республики Крым нам пациентки, в частности, в основном это беременные пациентки, вот, отправляются к нам со всех уголков республики Крым для консультации. И мы уже выясняем уровень родоразрешения, на каком уровне они рекомендованы им, чтобы произошли роды для более благоприятного исхода и для мамы, и для новорожденного. Вопрос тоже важный, на мой взгляд. Можно ли все эти манипуляции, особенно высокотехнологичные, получить по полису обязательного медицинского страхования? Обязательно. То есть мы оказываем помощь преимущественно по полису ОМС, по полису обязательного медицинского страхования. Это, собственно говоря, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. И в частности, высокотехнологичная медицинская помощь также включена в этот перечень. Каждый пациент, имея при этом заболевание, показания, может обратиться либо к нам в консультативную диагностическую поликлинику, о которой я сказал, либо обратиться у себя по месту жительства, и все уже акушеры-гинекологи с ними уже за столько лет от работы, они знают, куда отправлять. Но все равно обязательно наши пациентки должны об этом знать однозначно, что просить, направляйте к нам в перинатальный центр. Мы эту помощь оказываем успешно. Расскажите, а вообще, ну сейчас еще одну секунду, у вас просто перечислили столько функций, выполняют ваши врачи, и пациентов очень много, как я понимаю. Хватает ли вам кадров? Кадровый состав, слава богу, мы обеспечены. Потому что если перинатальный центр стоит во флагмане, то мы, конечно, должны поддерживать кадровый потенциал. У нас кадры решают все на самом деле, потому что несмотря на наше высокотехнологичное оборудование, оснащение, именно специалисты у нас делают ту работу, которая способствует выздоровлению наших пациенток и наших маленьких пациентов. В связи с этим кадрового дефицита мы не испытываем. Мы, наоборот, стараемся, как каждого специалиста, поощрить. Каждого специалиста мы обучаем, мы проводим постоянно тренинги. У нас внедрен симуляционно-тренинговый центр, который повышает наш внутренний уровень оказания медицинской помощи. Кстати говоря, это уникальная структура, которая тоже только работает в перинатальном центре. И мы уже обучили всех наших специалистов и постоянно только расширяем спектр наших возможностей. И уже даже настроили на то, что мы можем эту услугу, скажем так, оказывать среди других специалистов, акушер-гинекологов, работающих в районах или в других лечебных учреждениях, медицинских организациях. Для того, чтобы они тоже могли отработать свои профессиональные навыки на тренажерах, на манекенах, и потом использовать это в своей поседневной практике. Но следующим, может быть, сказать, этапом, который я уже назвал структурных подразделений перинатального центра, является, конечно, наше родовое отделение. Это сердце перинатального центра, куда поступают пациентки в родах. И плюс, как я уже говорил, это в том числе пациенты с экстремально низкой массой тела новорождённых, которые рождаются в перинатальном центре. И связано с этой структурой отделение реанимации, интенсивной терапии. В частности, где мы внедрили, это продолжая вопрос операции, современные этапы оказания помощи, в том числе и операционные. Извините, пожалуйста, вынуждены вас прервать. Время нашего диалога подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам сегодня, рассказали, заставили нас поверить в то, что всё у нас хорошо, и это действительно так. Напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии Арсен Зиядинов, кандидат медицинских наук, заведующий структурным подразделением перинатальный центр. Большое вам спасибо.